Доброе утро, дорогие наши телезрители, наше утро в эфире и сегодня с вами это утро встречаю я, Надежда Пархунова. Итак, на календаре 21 сентября, среда, просыпайтесь и начнем это утро вместе с вами с хороших новостей, а именно на площади ОКЦ прошла уже традиционная акция город-берегу раздельный сбор. Это означает, что приносят люди самые разные, не мусор, нельзя здесь сказать, ненужные вещи, которые нужно как-то утилизировать, их собирают, раскладывают по категориям и уже очень правильно уводят и утилизируют. В этот раз площадку посетило около 300 человек и, кстати говоря, часть вещей с этого раздельного сбора отправится в музей. Какие именно? Это игрушки. Игрушки поедут в музейную комнату, здесь живут игрушки Советского Союза, а вот дарители этих игрушек пригласят на экскурсию совершенно бесплатно в качестве почетного гостя. Как рассказали авторы проекта и кураторы площадки, общее количество принятых и переработанных вещей за весь период участия в акции город-берегу раздельный сбор превысило уже 7 тонн. Ну, мне кажется, это очень много, поэтому давайте делать побольше добрых дел, разбирать свои квартиры, какие-то вещи могут попасть в музей. Ну, а сейчас я познакомлю вас с анонсом сегодняшней программы. Итак, сегодня проведем один день в Белогорске и расскажем, чем в этом городе привлекают туристов. Вспомним о температурном рекорде в 2016 году и об испорченном арт-объекте в городе Благовещенске. День в истории, сразу после выпуска новостей. Подводим итоги фестиваля кино и театра в рубрике «Осень 2.0». В гостях нашего утра сегодня председатель Федерации киндоа Мурской области Андрей Пионов и Ярослав Вагапов, спортсмен, который попал в национальную сборную. За культурную программу сегодня отвечает Александра Калашникова, заведующая отделом нумизматики Государственного исторического музея Москвы. Она тоже побывала в нашей студии. Не пропустите и гороскоп. У тех, кто был в ссоре, есть шанс помириться. А вот отправляться в далекие поездки звезды не рекомендуют. Ну а сейчас вас ждет выпуск новостей. Через 10 минут мы снова встретимся в этой студии. Самые главные новости о Мурской области прямо сейчас смотрите. Доброе утро. Продолжаем нашу программу «Наше утро» в студии Надежды Пархунова. 21 сентября. Среда. И давайте сейчас вспомним самые интересные и значимые события, которые происходили у нас в стране и в мире за много-много-много лет до этого. Первое значимое событие. Вообще праздник, который сегодня отмечается – Международный день мира. Каждый год, 21 сентября, Международная общественность отмечает Международный день мира. Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов, как национальном, так и на международном уровне. Мне кажется, как никогда нам сейчас нужно вспомнить о таких праздниках, о таких датах и приложить все усилия для того, чтобы наступил мир во всем мире. Как бы это ни звучало, но, по-моему, сейчас это очень и очень актуально. Еще одно сегодня очень важное, значимое историческое событие, а именно 21 сентября отмечается День воинской славы России. 21 сентября совершенно не случайно, потому что именно в этот день произошла победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 1380 года. Немного истории. С 1378 года началась такая централизация московского княжества, усиление московского княжества, тогда как со второй половины 14 века начался распад Золотой Орды. Фактически тогда правил Золотой Ордой эмир Мамай, его очень обеспокоила вот эта тенденция московского княжества, и он направил на Русь в 1378 году сильное войско под командованием Мурзы Бегича. Войско князя московского Дмитрия Ивановича Донского встретило ордынцев на реке Вожи и наголую разбило их в 1380 году. Это событие было названо Куликовской битвой очень значимым, вот с тех пор мы освободились от монголо-татарского ига. Поэтому отмечаем сегодня этот праздник 21 сентября. Также сегодня есть неформальные, интересные, легкие праздники, которые вы сможете отметить. Это Всемирный день благодарности, давайте сегодня всех поблагодарим, кому мы хотели бы сказать спасибо. День поиска сказок, мне кажется их везде можно найти в нашей жизни. И День коллекционера, ну вот если вы коллекционировали в детстве марки, значки или что-то еще, можете смело отмечать этот праздник. А вот каким этот день был в истории Амурской области, мы сейчас с вами узнаем из рубрики День в истории. В 2015-м на космодроме Восточный установлены новые факты растрата и мошенничества. Один из подрядчиков присвоил себе более 600 миллионов рублей, а второй – 13,5. Полиция арестовала генерального директора предприятия, строившего на Восточном автодороге и железнодорожные пути в Краснодаре. Его заключили под стражу. Второе уголовное дело возбуждено в отношении одного из подрядчиков по статье «Мошенничество». Бывшего гендиректора компании арестовали в Углегорске. В селе Черемхово прошли конно-спортивные состязания, участниками которых стали 50 человек. Зрителей было в 10 раз больше – 500. Те, кто прибыл на озеро Большое со своими лошадьми, принимали участие в скачках, соревновались в забегах на телегах, пускали коней и на ходью. Зрители скакали на резиновых лошадках, а взрослые показывали умение владения бичом. В 2016-м в Благовещенске был зафиксирован температурный рекорд. Впервые с 1963 года синоптики зарегистрировали температуру чуть больше плюс 26 градусов. Однако с приходом циклона, который обещали мурчанам, бабье лето в области закончилось. В Благовещенске началась акция «Чистый город». Городской сервисно-торговый комплекс подготовил 56 тысяч мешков, 2000 мётел, 450 грабель и около 300 лопат. Вывозили собранный мусор при помощи четырёх мусоровозов, трёх грузовых автомобилей и одного погрузчика. Для организации предприятий города на полигоне бытовых отходов организовали бесплатный приём мусора. В 2017-м в Ивановке при попытке к бегству с озера лотосов поймали крымских лебедей. Птицы пешком отправились в путешествие по селу, их поймали при помощи сетки и вернули на озеро. Пернатая пара из Крыма ещё не привыкла к своему плавучему домику. Поэтому Пётр и Феврония выходили на берег, чтобы обсохнуть и почистить пёрышки. При этом птицы не стеснялись людей и позволяли себя фотографировать с близкого расстояния. В 2019-м в Белогорске открылся обновлённый сквер. Он был расположен в районе ЗАГСа. На праздники было около тысячи горожан. По аллее влюблённых с пятью сердцами прошли три пары новобрачных. В подарок каждая новая семья получила телевизор. Одновременно в сквере открылся и детский игровой комплекс. На благоустройство территории из бюджетов разных уровней было направлено более 18 миллионов рублей. А в Благовещенске вандалы испортили новый арт-объект. Им не понравилась стена, на которой художник Николай Рыбак разместил таблички с изображением культурных кодов Амурской столицы. Восстановить арт-объект было невозможно. Его демонтировали. Кстати, работу Николая признали лучшей в городском конкурсе эскизов для украшения стены граффити. Сентябрь не время для того, чтобы отказываться от путешествий по нашей Амурской области. Тем более, это самая красивая пора, когда лес одевается в самые разные оттенки и цвета. Ну и в городах не менее красиво. И сегодня мы предлагаем вам побывать в городе Белогорске. «Один день в Белогорске». Вот такая рубрика будет прямо сейчас у нас в эфире. Чтобы добраться из Благовещенска в Белогорск, нужно преодолеть 132 километра. Вид транспорта выбрать легко – машина, автобус или поезд. Полтора часа и картинка перед глазами изменится. Именно в этом городе находится одно из крупнейших и современных предприятий в России, перерабатывающие сою и зерновые культуры. Увидеть, как производится соевое масло, комбикорм и лицетин, можно во время тематической экскурсии. Особенно познавательным станет визит в так называемую пультовую, предназначенную для слежения за всем процессом. Не интересует производство – отправляйтесь в Краеведческий музей. Рядом с ним находится памятник «Амурский ротан», который является визитной карточкой Белогорска. Сам музей разделен на несколько залов – история города, флора, фауна, ископаемые. Культурно просветились вперед на качели. Городской парк культуры и отдыха Белогорска, различные аттракционы, детские площадки и сосновый лес. А еще известная в Амурской области светомузыкальная аллея. Прогулялись, пора и о работе подумать. Локомотивное депо – мечта многих ребят и тех, кто постарше. Вам предложат пройти по цехам, где обслуживают и ремонтируют железнодорожные составы. На территории много локаций для фото, а в музее много интересных артефактов. На территории Белогорского округа оборудовано несколько баз отдыха, где можно пожарить шашлыки или спортивно отдохнуть. Сентябрь – мой любимый месяц, потому что, мне кажется, в этом месяце бывает все. В климате и в погоде, и холодно, и тепло. На днях шел снег, а сейчас нам обещают повышение чуть ли не до 20 градусов тепла. То есть мы еще рассчитываем на то, чтобы обе лето все-таки посетит нашу Амурскую область. Давайте сейчас посмотрим прогноз погоды и узнаем, кому повезет с теплой погодой, а кому не очень. Как стать чемпионом и войти в национальную сборную страны, да еще и в юном возрасте? Сегодня нам расскажут Ярослав Вагапов и Андрей Пиунов, председатель Федерации кендо Амурской области. И Ярослав – серебряный призер чемпионата России. Доброе утро! Здравствуйте! Чемпионата России по кендо. Правильно я говорю? Кстати говоря, наверняка нашим телезрителям будет интересно, кендо или кендо? Да, мне кажется, это непринципиальный момент. Непринципиально. Но вы мне немножко вот сейчас рассказали перед этим, если делать ударение на кендо, это означает больше... Вообще это два слова, да, получается, кендо, то есть путь меча. Если в русском, скажем, произношении обычно этим словом в международной практике уже никто не пользуется, поэтому куда вы будете делать ударение непринципиально. Я просто сказал, что если так, с точки зрения философской, да, если ударение на кендо, значит, первостепенно меч ставится, да, если ударение на до, первостепенно путь ставится. Хотя, в принципе, мне кажется... Мне кажется, все, что связано с Японией, очень много завязано как раз на философии. Ярослав, такой нетрадиционный, оригинальный вид спорта, как ты в него попался, скольки лет? Я попал в кендо со второго класса. Совсем юный выбор. Да, совсем юный. Это был твой осознанный выбор? Или тебя туда привели родители со словами, ну давай посмотрим, попробуем? Ну, скорее второй вариант, потому что я был маленьким, сами понимаете. И как? Ну, потом я стал тренироваться, стал ездить на соревнования, мне стало нравиться. Ну, вообще, да, хочется спросить. Вот смотрите, к вам приходят дети со скольки лет? Ну, вообще, желательно начинать этот вопрос где-то лет с семи, потому что там идет пара лет адаптации, да, то есть детей приучают к определенному поведению, к определенному образу мышления, это дисциплина, потому что это все-таки военная дисциплина кендо, да, и военное дело по факту, несмотря на то, что это вид спорта. Поэтому, да, с семи лет. Мне хотелось бы вот напомнить нашим телезрителям, кендо вид спорта, это вот на бамбуковых мячах борьба, да, или можно сказать поединок на бамбуковых мячах в очень красивой такой японской амуниции, в форме, все что угодно, какое здесь слово больше подойдет. И многие все равно связывают этот вид спорта вот с некой такой философией, с таким красивой борьбой или с красивым поединком. Ярослав, ты уже достаточно знаменит и вошел в российскую сборную по кендо. Это достаточно большой, ну, даже не достаточно, а действительно большой результат. Вот что дальше, какие у тебя планы? Дальше я бы хотел, ну, во-первых, я еще не чемпион России. Как мне нравится, во-первых, я еще не чемпион России, так, мы это запомним и пожелаем, чтобы ты был чемпионом России, так. Да, во-вторых, через год я перейду в мужскую категорию, и там тоже будет... По возрасту, да, ты имеешь в виду? Да, мне бы хотелось там тоже проявить себя. Также я планирую сдавать дальше на, например, третий дан, потому что сейчас я только второй дан, и в будущем, я надеюсь, я смогу сдать на третий и дальше. Андрей, что сейчас происходит в соревновательном процессе? Мы немножко сейчас замкнуты в рамках России, да? Вот какие следующие соревнования, какая следующая ступень, которую вы ставите для Ярослава? Ну, вообще, на самом деле, несмотря на то, что мы вроде как замкнуты в России, все, в принципе, не так печально, как может показаться. Потому что, во-первых, сам российский чемпионат довольно-таки непрост. По данным статистическим у нас занимаются в России порядка, ну, около трех тысяч человек. Естественно, не все участвуют в официальных соревнованиях, но большая часть. Более того, кэмда – это же, собственно говоря, боевое искусство, в первую очередь, и, собственно, она как концепция учебная именно так задумана. А видом спорта мы стали в 2015 году, относительно недавно. И, собственно говоря, наша федерация, как федерация спортивная, она с 2015 года, так что мы относительно молодой вид спорта. Ну, вот так по России наша федерация занимает высокие места? Ну, делайте выводы, если наш спортсмен, находящийся здесь, находится в национальной сборной. Да, но у нас есть преимущество, потому что мы общаемся с японцами, которые наши соседи по факту. Рядышком. Да, есть возможность к ним ездить в гости, что мы, собственно, регулярно и делали до начала ковида. И, вот скажем, это где-то у нас в 2019 году последняя встреча была, дай бог, не последняя. Ну, я думаю, что все наладится, все придет в норму. И как раз Ярослав дойдет до пика своей формы. Будем вот это желать. У меня такой, знаете, вопрос мамы молодой. У меня дочка растет, и она очень любит тоже вот такие мальчишеские игры. Девчонок берете в свою федерацию? Как они дерутся? Отличаются девочки от мальчиков? Ну, слово драться у нас, это как бы не, скажем так. Ну, ведут бой, да? Вот это очень интересное слово, потому что мы не отдаем себе отчет, когда применяем это словосочетание. Вести поединок, это очень важно. Это то, чему учит Кэнда. Вести поединок. Потому что участвовать в драках или в поединках вредно для здоровья. А вести, то есть анализировать своего соперника и предлагать ему такую концепцию конфликтов, в которые он не выиграет, это как раз об этом идет речь. Поэтому мы не деремся, это точно. Мы драться не умеем. Искренне скажу, что я восхищаюсь, когда вижу вот эти бои, если мне вот это приходится видеть. Я действительно это считаю больше таким вот искусством движения, искусством тактики. Какие ребята, если вот по склонности, можно сказать, побеждают и добиваются успехов в этом виде спорта? Вот сейчас сначала вам, Андрей, вопрос, как вы, да, как тренер. И вот, Ярослав, к тебе вопрос, вот по твоим сверстникам, как ты думаешь? Вообще, если говорить качество, ну, человек, который умеет заниматься именно анализом происходящего, то есть все время наблюдает за своим соперником, за своим партнером по поединку, давайте так назовем, сейчас так модно, и за собой, за своими ошибками. То есть человек, способный свои ошибки исправлять, причем очень быстро. Это, собственно говоря, это именно то, что дает преимущество. Второй момент – умение терпеть. То есть если вы импульсивны, то, скорее всего, у вас не получится. Вот мне это и хотелось, наверное, сказать. Да, есть виды спорта, где нужна напористость и эмоциональность, а может импульсивность. Ярослав, вот что ты думаешь, как ты считаешь? Ну, мне нравится то, что у нас надо не просто отрабатывать какие-то техники на тренировке, но нужно их еще и своевременно, точно, и эффективно применить на практиках, в поединке. Ну, то есть вот то, о чем сказал Андрей, анализировать, правильно? Спасибо вам большое, Ярослав, я желаю только побед. Искренне хочу, чтобы ты у нас в следующий раз пришел с своим тренером, и мы бы тебя поздравляли с победой на всероссийском уровне, и чтобы ты обязательно съездил на всемирные тоже соревнования. У нас сегодня в гостях были Ярослав Вагапов и Андрей Пионов, и рассказывали о том, как же у нас развивается Федерация Киндо здесь, в Амурской области, и, конечно, о самых значимых победах. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшой выпуск новостей, и снова встретимся в этой студии через 10 минут. Спасибо, что продолжаете встречать это утро с нами в студии Надежда Порхунова. Сегодня 21 сентября, среда, и давайте узнаем, что же интересного нам подготовили звезды, какой сегодня будет гороскоп. По прогнозам астрологов, сегодня все идет неплохо, а именно, нет серьезных оснований для беспокойства ни на работе, ни дома, а даже если будут небольшие проблемы, то они будут легко решаться. Люди легко прислушиваются к доводам здравого смысла, могут даже изменить свою точку зрения, если аргументы будут достаточно убедительны. Вот давайте мы сейчас еще послушаем гороскоп для каждого знака зодиака отдельно, и тогда, я уверена, точно сегодня ваш день сложится. Овны. Сегодня можно навредить себе повышенной активностью, особенно если заниматься личными делами. Вопросы финансового уровня станут важнее, чем остальные. Тельцы. Звезды предсказывают огромный запас энергии, который поступит извне. Немного странные вещи будут происходить в личной жизни. Вы станете доверять партнеру даже в том, в чем были подозрительным. Близнецы. Вам придется сблизиться с некоторыми людьми, чтобы совместно решить какой-то наболевший вопрос. Наглядно увидите ситуацию, которую боялись в течение месяца. Раки. Вы будете работать на полную катушку, не покидая личное пространство. Все вопросы упираются в деньги, их пока недостаточное количество. Львы. Сегодня вы блеснете остроумие, причем в самый подходящий момент. Вы – профессионал с неординарным мышлением. Девы. Вы мечтаете сразить всех своими талантами и инициативой. Мечтать не вредно, но для осуществления задуманного потребуется немало времени. Весы. Этот день приготовил для вас много важных знакомств и неординарных выпадов. Все, что вы представляли мысленно, увы, не осуществится. Предстоит долгая работа над ситуацией. Скорпионы. Звезды предсказывают вам море драйва и энтузиазма, поэтому день спокойно не пройдет. Одно желание сменяет другое. Все они воплощаются в жизнь. Стрельцы. Вы должны приготовиться к мобильности и активности в работе. Вам предстоит переключать скорости, заниматься сразу несколькими делами. Козероги. Вам не свойственно капризничать, но сегодня вы будете похожи на маленького ребенка. Обстоятельства заведут в такую ситуацию, что иного поведения от вас ожидать нельзя. Сохраняйте спокойствие. Водолей. Вполне нормальный, а не аномальный день ждет вас. Происшествий минимум, как и продвижение в карьере и финансах. Соблюдайте дистанцию в отношениях с конкурентами. Рыбы. Сегодня вы решите, что все делаете напрасно. Столько сил и энергии потрачено впустую. Работа не дает никакой радости. Придется разгрузиться в плане проектов. В областном краеведческом музее Мурчан познакомят с историей уникального сословия защитников границ, первооткрывателей и землепашцев. Экспозиция, организованная из Собрания Государственного исторического музея Москвы, состоится в рамках национального проекта «Культура». И сегодня в нашей студии Александра Калашникова, заведующая отделом нумизматики Государственного исторического музея. Доброе утро, Александра. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы привезли из Государственного исторического музея? Мне кажется, это так почетно. Какие интересные экспонаты будут у нас представлены и о чем они поведают? Мы привезли вам выставку из 149 музейных предметов из нашего собрания. Это вещи очень разного порядка. И мундиры, и оружие, в том числе наградное. Конечно, достаточно много наград. Изобразительные источники и иконы. Все эти вещи объединяют то, что они рассказывают об истории казачества. Можно сказать, создают некий собирательный образ казачества. Поскольку казачьих войск у нас было очень много, они были достаточно разнообразны, но все объединены общим смыслом. Это сословия служилые, сословия пограничные, люди, которые охраняли рубежи нашего государства. В том числе, конечно, мы выделяем и амурское казачество, дальневосточное казачье войско. Выделяете в рамках этой выставки или вообще вся выставка посвящена именно амурскому казачеству? Нет, выставка посвящена казачеству в целом. И часть из нее, да, это уже амурское казачество. Что, на ваш взгляд, самое ценное и интересное из экспонатов? Ну, знаете, поскольку каждый кулик хвалит свое болото, я работаю в нумизматике. И нумизматика в широком смысле слова – это не только монеты, как многие считают, но это еще и награды, ордена, наградные медали. То, конечно, для меня самое важное – это привезенные сюда награды, и это 74 предмета. Достаточно редкие вещи, можно сказать, уникальные, мало сохранившиеся. Не всегда можно определить, чьи именно эти вещи. Есть персональные награды, есть вещи, которыми награждались достаточно широко, но они мало дошли до наших дней. В частности, мы привезли вам медали 18 века за различные иностранные походы, за турецкие войны. Это вещи, которых очень мало, которые практически не дошли до наших дней, почти не сохранились, поэтому иногда может показаться, что они достаточно в плохом состоянии, да, может быть, они не такие вот помпезные, как более поздние вещи. Но это действительно уникальные предметы, на которые стоит посмотреть. Да, это некрасивая картинка, но это вещи, которые больше практически нигде нельзя увидеть. А как они к вам попали? Вот все-таки это же, наверное, чьи-то были когда-то медали, и кто-то понял, что они имеют такую большую, весомую ценность историческую, и вам передали. Да, вы знаете, на самом деле это очень интересный вопрос, такой, я бы сказала, очень объемный вопрос. Все дело в том, что достаточно крупная часть нашей нумизматической наградной коллекции это поступление из Военно-исторического музея. Военно-исторический музей был образован уже, когда пришла советская власть, из имущества различных полковых музеев. Практически у всех крупных известных полков был свой музей, куда собирались вещи памятные, ценные, особенно важные для полка. Это были очень разнообразные предметы. Это могли быть и предметы культа, иконы, например, и знамена, вышедшие из обращения. И портреты, я знаю, что вы портреты тоже были. Да, опять же, награды своих участников различных событий. Все эти предметы в какой-то момент, в 20-х годах, были собраны в одно место. Планировался Военно-исторический музей, посвященный именно казачеству. Да, не казачеству даже, а русской армии в целом. В частности, казачеству. Музей не состоялся. Все эти предметы были переданы в Государственный исторический музей, находятся сейчас в наших фондах. Но вы их никому не передавайте, будете приезжать к нам с такими экспозициями. Что еще интересного будет представлено? Ну, вот награды, ордена? На мой взгляд, очень интересные военные мундиры, которые мы привезли. Это мундиры различных казачьих войск. Это образцовые мундиры, которые... То есть это настоящие исторические мундиры. Да, это вещи, которые были пошиты как образец перед тем, как запустить уже поточное производство для армейских казачьих полков и для гвардейцев. В каких времен это мундиры? Это XIX век, середина, вторая половина XIX века. Вещи сохранились в очень хорошем состоянии. Действительно, можно посмотреть, как это задумывалось, как это должно было быть в идеальном, скажем так, при идеальных условиях. А вообще потом с этих вещей действительно сшили вот такую форму? То есть она получается аутентичная, да? Да, форма аутентичная, форма такая была. И в образцах полностью соблюдены все требования по материалам. То есть это действительно то сукно, из которого в дальнейшем шился мундир. По лекалам, по всей отделке, всем деталям. То есть это совершенно вот то, что потом носили непосредственно казаки. Александра, вот у меня такой вопрос. Конечно, это очень здорово, чтобы нам приехала такая выставка. Связанная с нашей историей, с историей Амурской области. А вообще планируются еще какие-то, может быть, интересные тематические выставки из Московского государственного музея сюда привезти? Ну, может быть, не обязательно связанные с историей Амурской области. Ну, вы знаете, это все в первую очередь зависит от Министерства культуры и от запросов Амурского музея. Если Амурский музей запрашивает выставку, и Министерство культуры поддерживает эту инициативу, то мы, в общем-то, всегда готовы работать с регионами. Мы любим показывать наши вещи, мы любим их возить по разным городам. Какие у вас самые интересные экспозиции, которые бы вызывали, ну, такой успех ошеломительный у зрителей, которые приходят, у посетителей? Ну, вот, например, сейчас у нас в Москве проходит выставка, посвященная юбилею Петра Первого, что, в общем, совершенно логично. Да, да. Выставка очень интересная, выставка замечательная. Там не только наши предметы, но и предметы из таких музеев, как Кунсткамера, Государственный Эрмитаж, музей Переславля-Залесского, где Петр Первый тоже оставил свой след, скажем так. Выставка пользуется очень большим успехом, потому что она интересна для людей разного возраста. То есть дети находят там что-то свое. Школьную программу, про которую они рассказывают, а они могут это почти потрогать. Взрослым очень интересно посмотреть на навигацкие инструменты 18 века. Конечно, такие вещи, с которыми редко сталкиваешься сейчас. Опять же, Петр Первый такой сам по себе знаковая историческая фигура, и никто не может пройти мимо. У нас же еще очень неоднозначная, интересная. Ну, слушайте, давайте мы пожелаем, чтобы вы к нам еще вернулись сюда, в Амурскую область, привезли еще, может быть, и эту выставку тоже. Не обязательно в год юбилейный Петра. Это всегда будет нам интересно. Приезжайте еще. У нас сегодня в гостях была Александра Калашникова, заведующая отделом нумизматики Государственного исторического музея. Мы говорили о выставке, которая будет у нас проводиться в Амурском кровеческом музее. Обязательно приходите. Девять конкурсных спектаклей, три моноспектакля, а также гастроли театра имени Вахтангова, который показал в Благовещенске восемь спектаклей, Амурская осень завершилась. Ее итоги в рубрике «Осень 2.0». И сейчас мы предоставляем слово Алине Спасской и Нине Каденевой. И давайте по-честному спросим. Мы уже пишем, да? А выражение лица-то будто бы думаешь омсоком. Именно о нем. Ты только представь, что амурские журавли разлетятся по всей России. Чего? Займут место на полке с другими наградами, будут напоминать о нашем фестивале, оглушительном успехе, той самой победе. А, так ты про этих журавлей? Нет, про настоящих. Конечно, про этих. Самых значимых и ценных. И, кстати, уже известно, кто их получил. Тогда зачем было столько говорить? Сразу бы перешла к главному. Спасибо огромное двум командам. Команде фестиваля и команде фильмов. Спасибо большое, Тюри, за добрые слова. Спасибо вам. Хорошо, что вы здесь есть. Спасибо. Огромное спасибо вам, прекрасный зритель. Сколько нам жить осталось? Спасибо. Человек первый раз в своей жизни. И большой прием. Спасибо. Мы очень благодарны, стильные зрители. И, конечно, не можем, благодарны, благодарны. И, конечно, мы можем, благодарны, благодарны, благодарны. И, конечно, мы же так, что мы ждем. Спасибо. А, Вер, ну, обязательно поклон. Пусть у нас будет верность в завтрашний день. Я думаю, что автор будет доволен. Актеры тоже. Спасибо. Спасибо зрителям. Спасибо. Я счастлив. Спасибо. Команда. Да. Да. И давайте по-честному спросим, не хотите ли вы, друзья, окунуться в Омурскую осень, чтобы поймать журавля. Наше утро подошло к концу. Пришло время прощаться с вами, дорогие наши телезрители. Я желаю вам, чтобы сегодняшний ваш день сложился удачно, чтобы вас порадовала погода, близкие, ну, а звезды побаловали каким-нибудь счастливым случаем. Всего хорошего. Увидимся с вами еще в этой студии. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok